34-летняя автоледи и двухлетний ребенок пострадали в результате столкновения грузовика Исузу и Деуматис. В микролитражке находились трое малолетних детей. Лишь чудом они не получили серьезных травм, отделались ушибами. Авария произошла на пересечении улиц Боевая и Набережная. По предварительной версии, грузовик, выезжая с второстепенной дороги, не уступил легковушке. Однако мнение водителя о том, кто же на самом деле виноват, разделились. Версии участников ДТП в материале Альбина Минебаевой. Ирина, водитель автомобиля Деуматис, рассказала, что во время столкновения сильно ударилась головой. Говорит, направлялись по улице Боевая в сторону дома. Правил отмечать не нарушала и прикресток должна была проехать прямо. Но в какой-то момент почувствовала сильный удар справа. Их протаранил больший груз. Считать, что в ДТП она не виновата, поскольку двигалась по главной дороге, водитель грузовика же с этим полностью не согласен. Ну, девушка поторопилась, выскочила на дорогу. Не уступили дорогу, она выскочила. Иван рассказал, что едущий впереди автоледи автомобиль пропустила его. А вот девушка не стала этого делать. Наоборот, решила обогнать притормозившую впереди машину. Обгон, говорит, на этой дороге запрещен. В аварии пострадала 34-летний водитель микролитражки. Прибывшие на место медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей. От госпитализации она отказалась. Считать, что трое несовершеннолетних детей, находящихся в легковушке, только чудом серьезно не пострадали. Двухлетний ребенок получил ушибы мягких тканей левой височной области. От более тяжелых травм их уберегли детские удерживающие кресла. Благодаря тому, что в автомобиле Матис дети находили специальных удерживающих устройств, они не получили значительных повреждений. Уважаемые участники дорожного движения, с 14 мая по 4 июня идет специальная операция «Внимание, дети». Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание на перевозку детей в транспортных средствах. Сотрудники автоинспекции на месте происшествия в аварию смотрели вину водителя грузовика. Именно он должен был выполнить требование знака «Уступи дорогу», но этого не сделал. Но окончательную степень вины каждого из участников столкновения будут устанавливать на разборе в ГИБДД. Если и там решат, что не прав он, то мужчина собирается обращаться в суд. Вины свои в этом происшествии он не видит. Альбина Минебаева, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112.